спонсором видео является сеть супермаркетов арни контактную информацию можно посмотреть на сайте арни store.com привет друзья сейчас вы посмотрите видео обзор всех основных видов спортивного питания а те из вас кто посмотрит видео полностью и внимательно заодно получит шанс на получение призов от спонсора видео нужно будет просто оставить комментарий и получить спортивное питание на почту вуаля информация о конкурсе также появится при нажатии на эту кнопку вообще-то я не являюсь большим поклонником спортивного питания я считаю что обзавестись впечатляющими мышцами хорошей силой можно и без его помощи но раз продукты такого рода выпускаются и раз их покупают причем весьма активно то стоит разобраться в том что именно выпускают компании производители и как во всем том что нам предлагается не запутаться что такое спортивное питание или спортивные добавки они ориентированы на то чтобы помочь нам достичь наших целей в спорте будь то рост мощной массы сжигание лишних жировых отложений повышение силовых показателей скорости либо выносливости надо сказать далеко не все спортивные добавки справляются с поставленными перед ними задачами но все же есть и те на которых безусловно стоит обратить свое внимание а поскольку мы идем речь в основном о бодибилдинге и фитнесе то будем обращать наше внимание только на те добавки которые помогут нам нарастить мышцы избавиться от жира а также увеличить силовые показатели рост выносливости может считаться своеобразным бонусом по своей сути все продукты которые мы относим к спортивному питанию являются биологически активными добавками или если говорить проще биодобавками в этом заключается самый большой недостаток спортпита в большинстве стран контролировать качество биодобавок вовсе не обязательно увы к таким странам пока что относится и сша которые производят большинство продуктов спортивного питания поступающих на мировой рынок согласно результатам одного широкомасштабного исследования поведенного в сша в конце прошлого десятилетия больше половины биодобавок предназначенных для профилактики износа суставно-связочного аппарата а в такие биодобавки ходят как правило широко известный глюкозамин с хондроитином не содержали ровным счетом ничего к сожалению не так уж редко можно услышать жалобы на протеиновые напитки выпущенные в соединенных штатах они могут либо не содержать заявленных на упаковке компонентов либо содержит количество белка которое ниже анонсированного касается это и других продуктов спортивного питания кстати я хотел бы еще рассказать такую историю что мне был период моей жизни когда впервые получил возможность финансовую возможность не ограниченному использованию зарубежных протеинов я думал что вот теперь вот у меня есть деньги есть протеин теперь-то я начну его от регулярно пить несколько раз день и накачаюсь я накупил самых лучших протеинов 9 90 процентный изолятор даже более 90 процентов и 3-4 раза в день я ел еще 3-4 раза в день пил протеин привело это к тому что жировая прослойка резко увеличилась то есть стало очевидно по моим наблюдениям что в основном поступают в организм углеводы не белки потому что при злоупотреблении белковыми продуктами набор жировой прослойки не происходит в лучшем случае все остается как есть может расти по ним постепенно сухая мышечная масса то есть мой личный опыт показал что хотя вроде бы хорошее качественное питание из сша мне его привозили точные сша по эффекту видно что сахара углеводов кладут больше чем задекларировано на обложке поэтому мое вот сформировалась изначально такое негативное отношение к спортивного питания к протеинам частности также делался эксперимент делали анализы мы своими силами делали анализы в киеве различных марок протеина не буду отличать каких и дешевых отечественного производства и дорогих западного не соответствовало но производители питания возмущались говорили что мы не не так качественно делаем тесты что наши тесты научные не соответствует той технологии которая позволила был нас нам определить подлинное соотношение ингредиентов в этом порошке то есть всегда можно опровергнуть всегда можно спорить бесполезно судиться давайте посмотрим как же обстоит с таким несоответствием дела в мире в частности в европе ну вообще страны входящий в союз обязаны контролировать качество биологически активных добавок в отличие от сша касается это и спортивного питания так что европейский спорт пит зачастую был бьет по части качества американские вот например пил всегда немецкий швейцарский протеин именно из этих соображений протеиновые коктейли для чего именно они нужны в теории в общем и в целом для того чтобы обеспечить поступление необходимого количества в организм белка но если говорить совсем уж искренне то необходимое количество белка мы вполне можем получить из обычной пищи из той же курицы особенно если учесть что большинству поклонников бодибилдинга вполне хватает 2-3 грамм белка или протеина на один килограмм собственного веса в сутки так зачем же нужны именно протеиновые коктейли в первую очередь для удобства действительно легче ведь размешать шейкере порошок чем приготовить себе полноценное мясное или рыбное блюдо да и с собой брать коктейль чтобы выпить его в случае необходимости куда удобнее но не ради одного только удобства существуют протеиновые коктейли так коктейли построенные на основе сывороточного белка позволяют поднимать уровень аминокислот в крови весьма быстро что очень и очень пригодится нам например по окончанию тренировочной сессии ни один обычный продукт питания на такое не способен ни творог ни курица ни яйца не дадут такое стремительное возрастание уровня аминокислот в крови после тяжелой тренировки что же выбрать в общем и целом выбор сводится к протеиновым напиткам мгновенного действия и тем действия которых вы будете ощущать на протяжении достаточно продолжительного периода времени все остальное от лукавого наиболее продвинутые решения добавляют дополнительные аминокислоты BCAA и глутамин кладут в протеиновые коктейли но в данном случае мы говорим о протеиновых напитках в чистом виде и так повторю еще раз выбор осуществляется между напитками разной продолжительности действия и разной скорости достижения необходимой концентрации аминокислот в крови то есть по сути мы выбираем между быстрым сывороточным протеином и медленным казином остальные виды и протеиновых напитков яичный альбумин говяжий протеин растительные протеины существует больше для галочки хотя впрочем нет знаю убежденных вегетарианцев которые настаивали на том чтобы принимать только протеин полученный из растительных источников как и когда принимать существует два временных промежутка когда прием протеиновых напитков можно считать критически важным первый после тренировочной сессии второй утром после пробуждения впрочем первый все же следует считать более значимым так что если у вас нет возможности прежде всего по экономическим соображениям прибегать помощи протеиновых коктейлей и делать это часто выпивайте хотя бы один минут примерно через 10-15 по окончанию тренировочной сессии если же в средствах вы не стеснены можете выпивать также коктейль примерно за полтора часа до начала тренировки в данном случае лучше прибегать помощи протеина длительного действия того же казеина ну и утром после пробуждения а также незадолго до отхода ко сну казеин тоже будет уместен утром соответственно изолят потому что организм ваш срочно нуждается в повышении уровня аминокислот вечером казеин так как необходимо постоянное обеспечение ваших мышц аминокислотами постоянное поддержание уровня аминокислот крови на протяжении всей ночи но повторюсь это при условии если ваш протеин который вы пьете действительно является этим казеином или сывороткой белка именно того качества что вы рассчитываете то есть если вы действительно принимаете эти протеины а не думаете что вы принимаете и не пьете в этот момент какой-то парашют что такое гейнер по английски он называется weight gainer то есть то что помогает набирать вес но подавляющее большинство поклонников бодибилдинга и фитнеса интересует не вес вообще который на самом деле набрать не так уже и сложно поверьте мне а мышечная масса так вот возникает закономерный вопрос поможет ли гейнер в наборе именно мышечной массы в качестве типичного гейнер рассмотрим продукт компании gaspari nutrition под названием real mass почему именно его просто это было первое что попалось под руку да и название подходящее настоящая масса производитель рекомендует потреблять свое детище просто громадными порциями 325 грамм порошка честно говоря выдержать это достаточно сложно но суть гейнеров как раз и состоит в том чтобы обеспечивать организм просто огромным количеством лишних калорий а другого пути кроме как получать их из огромных порций нет состав одной порции real mass углеводы 250 грамм белки 50 грамм жиры три с половиной грамм есть еще также много микронутриентов но они нас данном случае интересовать не будут что еще когда общая калорийность порции 1230 килокалорий сколько калорий же нам необходимо прежде чем двигаться дальше попробуем выяснить какая калорийность рациона обеспечивает рост строго говоря надо отталкиваться от базального уровня энергозатрат это зависит не только от веса но и от пола и возраста затем нужно добавлять сюда калории необходимые для обеспечения активности на протяжении дня для переваривания пищи но можно поступить и проще помножить ваш вес на определенный коэффициент который для мужчин а большинство потребителей гейнеров согласитесь это именно мужчины составляет примерно 33 35 получается калорийность рациона необходимая для роста именно мышечной массы без риска скопления жира нам известно для мужчины весом 90 килограмм оптимальный можно считать по этой формуле калорийность рациона пределах в 3000 и 3150 килокалорий следует отметить также что для нормального протекания обменных процессов в организме весь рацион стоит разбить примерно на 6 порций возможно даже на большее количество порций в нашем случае калорийность одной порции будет примерно на уровне 500 килокалорий и еще один момент для набора мышечной массы без риска скопления жира соотношение белков углеводов и жиров в рационе по калорийности должно составлять примерно 40 40 20 либо 30 50 20 если требуется обеспечить более быстрый рост что получается у нас во первых несмотря на заявление производителей о том что содержание простых сахаров гейнерах сведено к минимуму урилм с оно составляет всего 10 грамм на порцию официально источники углеводов а это как правило кохмал не позволяет назвать и оставшуюся часть сложными то есть усваиваются углеводы будут достаточно быстро что даст существенный всплеск уровня сахара в крови и неплохой такой выброс инсулинчика теперь посмотрим на соотношение макронутриента в нашем генере белки углеводы и жиры содержатся в нем в соотношении по калорийности 18 с половиной на 79 на 2 и 5 что очень далеко от оптимального в итоге можно ожидать что большая часть углеводов из этого рилмс будет превращена в жир который пойдет на пополнение подкожных запасов которые никому не нужны даже учитывая дефицит гликогена в мышцах утром и в период после тренинга большинство углеводов можно считать часть лишними конечно 50 грамм белка который мы получим позволит увеличить и мышечную массу вот только не слишком ли дорогую цену придется заплатить за это увеличение в виде огромного живота что в итоге во первых порции подавляющего большинства гейнеров явно избыточны даже если учесть что их будут пить атлеты весом по 130 килограмм это слишком много конечно производителей понять можно ими был заявлен быстрый рост массы значит надо каким-то образом его обеспечить обеспечивать приходится увы за счет роста жировой ткани в том числе если говорить о нормальном посетителе тренажерного зала то ему вполне хватит и третьей заявленной порции в нашем случае калорийность будет составлять 410 килокалорий но тут возникает во вторых в такой усеченной порции будет всего лишь 17 грамм белка что явно недостаточно то есть придется денег добавлять еще и протеиновый порошок так не лучше ли попытаться сделать гейнер самому на основе протеинового коктейля и сока например можно также добавить в обычный протеиновый коктейль приготовленный на воде или на молоке банан ну там немного сиропа в крайнем случае обезжиренное мороженое и вкусно и можно точно подобрать под ваши нужды по калорийности и по содержанию макронутриентов спору нет гейнер удобен размешал и выпил он может прийти из ко двору тем кому набор веса дается очень тяжело но даже им пить полную порцию гейнера который предлагает производитель за один раз по моему мнению противопоказано представьте 60 килограммового паренька который хочет набрать массу ему надо получать порядка 2100 килокалорий в сутки а тут одна порция гейнера дает сразу 1230 что произойдет с его поджелудочной железой его пищеварительной системой да он с унитаза просто извините не слезет что касается остальных борцов за мышечную массу то им гейнер вряд ли пригодится а теперь маленькая рекламная пауза у этого видеоролика есть свой спонсор это магазин спортивного питания арнистор а это означает что у нас в течение недели после выпуска этого видеоролика трое из наших зрителей посмотревший этот видеоролик получат и креатин и аминокислоты да еще и скидку 15 процентов этот самый арнистор хотите получить призы подпишитесь на мой канал оставьте комментарий на тему почему я хочу получить эти призы этот креатин эти аминокислоты эту скидку и в течение недели после выхода этого выпуска уже будут объявлены победители трое лучших комментаторов и подписчиков моего канала уже будут наслаждаться тем что по почте уже несется приз и достигает своей цели а теперь продолжим наш обзор креатин что это такое азотосодержащая карбоновая кислота синтезируется из аргинина и глицина и метионина преимущественно в печени и почках примерно 95 процентов креатина который содержится в теле человека находится в мышечной ткани наш организм производит примерно 1 грамм креатина в сутки всего навсего еще один грамм мы получаем из мяса и рыбы вегетарианцы понятные креатина извне практически не получают а еще креатин это самая популярная спортивная добавка ежегодно в мире его продают более чем на 500 миллионов долларов для чего нужен потенциальные преимущества креатина масса вот некоторые из них креатин повышает выносливость происходит это за счет поддержки и синтеза атф во время анаэробных упражнений кроме того креатин существенно замедляет высвобождение гликогена из депо в мышцах последний факт хотя и дает возможность работать в тренажерном зале дольше но в то же время не позволит тренировать гликогенные депо то есть на этапе углеводной разгрузки и загрузки применение креатина стоит избегать креатин усиливает гипертрофию мышц в основном это происходит за счет того что он позволяет дополнительно удерживать воду в мышечных волокнах а ведь известно что мышечное волокно почти на 80 процентов состоит из воды согласно данным недавних исследований креатин также способен замедлять процесс распада белка последнее свойство креатина сейчас активно используется в антивозрастной терапии с возрастом у мужчин происходит снижение секреции тестостерона если быть более точным наблюдается значительное снижение уровня свободного тестостерона в крови что в конечном итоге приводит к замедлению синтеза креатина нашим организмом и потери мышц наконец креатин повышает активность инсулиноподобного фактора роста и фр-1 и механического фактора роста мфр необходимых для гипертрофии так и для гиперплазии мышечной ткани недостаток только один креатина усваивается далеко не всеми примерно 40 процентов из тех кто принимает добавки содержащие креатин не извлекут из него никакой пользы у них креатин разрушается еще в желудочно-кишечном тракте например у меня вашего покорного слуги и по моим наблюдениям даже не у 60 процентов а наверное у 70 80 процентов моих воспитанников на протяжении 15 лет опыта моей работы тренером с креатином именно такой эффект и происходил они его принимали и он не работал но есть 20 процентов счастливчиков но может быть чуть больше там точную цифру разные исследования по-разному оглашают ну максимум 30 процентов потребляющих креатин людей действительно замечают его резкое позитивное действие известный факт утилизация креатина мышцами усиливается под действием инсулина поэтому креатин рекомендуют принимать с углеводным комплексом в качестве такого комплекса вполне можно использовать обычный винорадный сок либо раствор меда но подчеркну это касается утилизации креатина мышцами на усвоение креатина в желудочно-кишечном тракте инсулин никакого влияния не оказывает еще одно синтез креатина организмом значительно повышается под действием андрогенов и анаболических стероидов что поклонникам стероидной терапии пользоваться креатиновыми добавками особого смысла нет что выбрать наибольший эффект вы сможете получить от самого бюджетного варианта креатина моногидрата никаких особых преимуществ от креатина этил эфира креатина перуата три креатина цитрата креатина желата вы не получите разве что их эффективность пересчете на грамм продукта несколько превышает эффективность моногидрата зато и цена выше причем намного более существенно чем эта самая эффективность и усвояемость этих вариаций креатин моногидрата поэтому до сих пор старый добрый дедушка креатина моногидрат актуален креатин может выпускаться как в порошковой форме так и фасоваться в капсулы для пущего удобства применения наиболее продвинутое решение креатин транспортная матрица то есть соединение креатина и высокомолекулярной декстрозы в купе с минеральными веществами эта матрица позволяет оптимизировать выброс инсулина который напомню усилит утилизацию креатина нашими мышцами а вот такие формы выпуска креатина как жидкая либо виде таблеток в том числе и жевательных я считаю что их можно признать полностью бесполезными комплексные аминокислоты для чего они нужны практически ничего нового комплекса аминокислот вы не получите все то же самое можно получить из обычного протеинового коктейля но то что из него получить в достаточном количестве не удается всегда можно добрать с помощью отдельных аминокислот глутамин аргинин аминокислоты bca то есть по большому счету комплексные аминокислоты нам не так уже и необходимы особенно если участие к цену но все же можно назвать и те случаи когда преимущество следует отдать комплексным аминокислотам первым в голову приходит корректировка аминокислотного состава биологической ценности протеинного напитка правда только в том случае если вы принимаете протеин с невысокой биологической ценностью например казеин растительные протеины нельзя не упомянуть и удобство применения все же принимать комплексные аминокислоты зачастую сподручнее чем протеиновый коктейль пить хотя бы с той точки зрения что горсть таблеток или пару ампул можно просто положить в карман наконец во время диеты сывороточный протеин является не таким уж хорошим решением ибо он способен поднять уровень инсулина в крови не смертельно но и не всегда желательно комплексные аминокислоты такого недостатка лишены на что обратить внимание при выборе комплексных аминокислот в первую очередь я бы посоветовал на то являются ли эти комплексные аминокислоты гидролизованными к сожалению многие производители спорпита идут по пути максимального упрощения процесса производства и не гнушаются выдавать за комплексные аминокислоты обычные спрессованные в таблетки протеиновые порошки если перед вами действительно аминокислотный комплекс то его таблетки должны быть горьковатыми на вкус если это не таблетка капсула с порошком то горьковатым естественно должен быть порошок если капсулку разломать и попробовать порошок внутри капсулки должен быть горьковатым но теперь поговорим про жидкие аминокислоты. Жидкие аминокислоты в подавляющем большинстве случаев генерализованы. Общеизвестно, что все аминокислоты подразделяются на заменимые, то есть те, которые могут быть синтезированы нашим организмом, и незаменимые. К незаменимым аминокислотам относятся валин, гистидин, изолицин, лейцин, лизин, метионин, трианин, триптофан и фенилаланин. А ещё следует обратить внимание на форму выпуска, которая в конечном итоге определяет, насколько эффективно комплексные аминокислоты будут усвоены. Наиболее эффективным усвоение будет в случаях жидких аминокислот. Но такие комплексы обычно самые дорогие. Большие прессованные таблетки усваиваются хуже всего. Помните, вот такие были таблетки, их пытаешься проглотить, ломаешь, они горло царапают, извините, в ротни каждому человеку влезают. Их лучше принимать на голодный желудок. Но при этом не удастся избежать существенного раздражения желудочно-кишечного тракта. То есть будет тот же эффект, что с дешёвыми протеинами, бегство в туалет постоянно. И запивать такие прессованные аминокислоты огромные, конечно, надо огромным количеством воды, чтобы это раздражение унять. И не стоит превышать разовую дозировку, рекомендованную производителем. Хотя выход есть. Нужно просто измельчить таблетки в порошок в миксере, но тогда уж лучше сразу покупать порошковые аминокислоты. Капсулы с порошком усваиваются лучше. Я думаю, лучше всего. Но они дороже таблеток. Во-вторых, принимая значительное количество капсул, вы рискуете существенно поднять уровень желатина, материал, из которого капсулы делаются, то есть их обладка. Если желатин будет подниматься в крови, это не очень хорошо. Наконец, существуют комплексные аминокислоты, выпускаемые в виде порошка. Замечательное решение, вот только при этом теряется одно из преимуществ аминокислотных комплексов – удобство применения. Пришла пора поговорить про желожигатели. Все те же желожигатели, которые представлены на рынке спортивного питания, можно разделить на две большие группы. То, что работает более-менее ли хорошо, и то, что не работает и не будет работать никогда и ни в каких условиях. К сожалению, вторая группа куда более многочисленна. Вообще-то желожигателям стоит посвятить отдельную и очень немаленькую тему. Сейчас же я остановлюсь только на основных моментах, построив эту сегодняшнюю нашу встречу несколько по-иному, нежели все остальные. Давайте рассмотрим, какие бывают группы желожигателей. Все препараты, так или иначе, участвующие в процессе сжигания жира, но слово «сжигание» мы берем в кавычки, потому что понятно, что жир не сгорает. Это всего лишь аллегория, так как процесс липолиза никакого отношения к горению не имеет. В общем, эти группы можно разделить на несколько групп. Препараты, подавляющие аппетит, препараты, замедляющие либо подавляющие всасывание макронутриентов, например, углеводов или жиров в желудочно-кишечном тракте, и препараты, повышающие расход энергии. Ну и, конечно же, препараты, стимулирующие липолиз. Также существуют препараты, снижающие резистентность к инсулину, препараты, препятствующие образованию жира и жирных кислот, препараты, стимулирующие использование жирных кислот в качестве источника энергии, имитаторы действия лептина. И со всеми этими задачами более-менее успешно справляются различные фармакологические препараты. Но речь сейчас пойдёт не о них, а о тех жиросжигателях, которые можно отнести к спортивному питанию. Что же у нас представлено на рынке спортивного питания, такого вкусненького? Фактически, наиболее приемлемым решением можно считать жиросжигатели, построенные на основе комбинаций эфедрина, кофеина и аспирина. Они совершенно точно выполняют три из выше приведенных задач. Повышают расход энергии, стимулируют липолиз, препятствуют образованию жира и жирных кислот. Это те жиросжигатели, которые определённо работают. С биозефедриновыми жиросжигателями всё гораздо сложнее. С помощью травок, на которых строятся такие продукты, эффективно можно решать только одну задачу – повышение расхода энергии. Ну, в данном случае мы рассматриваем кофейн и его производные. Все остальные решаются крайне неэффективно. Нет, ну есть, конечно, весьма интересные решения, вроде Meltdown, фирмы VPX или Гидроксикат Хардкор от Масл Тэч. Но я, сказать по правде, подозреваю, что там используются определённые фармпрепараты или их компоненты. Да и эти продукты можно назвать, скорее, исключением из правил, а не правилом. То есть, большинство биозефедриновых жиросжигателей можно признать практически бесполезными. Протеиновые батончики. Что же это такое? Это один из видов заменителей питания. Он не должен отличаться, особенно по вкусовым характеристикам, от ставших уже привычными кондитерских изделий. Именно это, также повышенное содержание белка при относительно низком количестве углеводов, делает протеиновые батончики такими привлекательными для поклонников бодибилдинга и вкусной еды. Для чего же они нужны? На первый взгляд, протеиновые батончики едва ли не идеальное средство для повышения уровня аминокислот в крови на протяжении дня. Казалось бы, чего проще? Взял с собой такой вкусный батончик и как только проголодался, сразу же его и съел. Но это только на первый взгляд. На самом деле, недостатков у протеиновых батончиков куда больше, чем достоинств. Во-первых, в таких батончиках углеводов чаще всего больше, чем белка. Иногда даже намного больше. Так что их можно скорее нести к категории гейнеров, батончиков, а не протеиновых батончиков, о которых мы уже рассказывали. Батончик Hi-Protein производства Universal Nutrition содержит 32 грамма белка при 33 граммах углеводов. Во-вторых, очень часто в батончики кладут протеин низкого качества. Даже если на упаковке указано, что при производстве был использован сывороточный протеин, это не означает, что в батончике 100% именно этот вид сывороточного протеина. Часто более дорогой протеин разбавляется, более дешевым, например, соевым. В произвольных пропорциях. Наконец, в-третьих, при производстве батончиков очень часто используются трансжиры. Они нужны для того, чтобы сделать батончик твердым. А трансжиры – это последняя вещь, которая нам нужна. Но что же обратить внимание при выборе? Если вы все же решились приобрести протеиновый батончик, то в первую очередь обратите внимание на соотношение в нем белков, углеводов и жиров. Обратите также пристальное внимание на источник белка. Даже если на упаковке крупными буквами будет указано «из сывороточного протеина», это вовсе не означает, что сывороточным протеином будет весь протеин, который положили в батончик. Иногда сывороточный протеин, как я уже говорил, разбавляют немалым количеством соевого, о чем стыдливо сообщают самыми мелкими буквами где-нибудь в не очень доступном месте упаковки. Не ленитесь, прочтите всю эту информацию, которая приведена на этикетке. Также на упаковке батончика в обязательном порядке должно быть указание на то, что он не содержит трансжиров. Причем сделано это должно быть отнюдь не мелким шрифтом. Иначе вы сами понимаете, что вы съедите. Препараты для профилактики износа связок и суставов. Что это такое? К препаратам для профилактики износа суставно-связочного аппарата относятся комплексы, включающие глюкозамин и хондроитин. Часто также в комплекс включается М7, метилсульфанилметан, а также коллаген. Продается в виде отдельной добавки, либо добавляется протеиновый напиток. Для чего они нужны? Обратите свое внимание на то, что вышеперечисленные добавки служат именно для профилактики износа связок и суставов. Если же у вас имеется повреждение, или с годами суставной хрящ достаточно сильно износился, эти добавки пользы не принесут. Они не помогут залечить повреждения, равно как и не помогут восстановить хрящевую ткань. Об этом нужно помнить. И не считать глюкозамин с хондроитином и М7 заодно, а также добавки, содержащие коллаген, панацея всех бед. Лабораторные исследования, проведенные в отношении добавок с глюкозамином и хондроитином, не позволили сделать вывод о том, что их можно рекомендовать больным артритом для лечения этой болезни, но затормозить деградацию суставов и облечить состояние больного таким добавкам вполне по силам. На что обратить внимание при выборе? Ну, мы уже говорили о том, что в качестве спортпита я приводил пример именно добавок, например, содержащих глюкозамин, хондроитин и М7. Надо сказать, что до сих пор такие комплексы относятся, как правило, хотя есть и немало исключений, именно к биологически активным добавкам. И во многих странах не подлежат контролю качества. Если вы уже решились приобрести комплекс глюкозамина с хондроитином, приобретайте либо фармакологические препараты, пусть и по более высокой цене. В Беларуси, например, как ни странно, выпускают прекрасный инъекционный препарат мукосат, содержащий в качестве действующего вещества хондроитиносульфат. Либо выбирайте продукцию европейских производителей. В странах Евросоюза, как я уже говорил, качество биодобавок подлежит контролю. Что касается коллагена, то его не так уж необходимо получать из специальных добавок. Достаточно просто больше есть желе или холодца. Витамины и минеральные комплексы. Для чего они нужны? Странный вопрос, скажете вы. Всем ведь понятно, для чего нужны витамины и минералы. Так-то оно так, но не совсем. До сих пор ученые не могут выяснить, нужен ли обычному человеку дополнительный прием витаминов и минералов, или ему хватает тех, что он получает с обычной едой. Впрочем, все сходятся в том, что во время тяжелой физической нагрузки, а именно таковыми есть настоящий билдерский тренинг, происходит дополнительный расход и витаминов, и минералов. Так что, как ни крути, нам с вами принимать всевозможные витаминные, минеральные добавки необходимо. Что именно нам нужно? В первую очередь, нужен дополнительный прием антиоксидантов, витаминов С и Е. Во время тяжелой физической нагрузки возрастает образование свободных радикалов. Для их нейтрализации и нужны витамины С и Е. Витамин Д. Он способствует секреции тестостерона, ингибирует ароматизацию, повышает анаболические свойства лицина. Главной аминокислоты из ряды БЦА. Кроме того, способствует усвоению кальция организмом, микроэлемента, необходимого для здоровья костей. Длительный дефицит витамина Д, точно так же, как и дефицит кальция, увеличивает риск остеопороза. Витамин Д совершенно точно невозможно получить в необходимом количестве из естественных источников. Особенно это касается осеннего и зимнего периодов. Тяжелый тренинг приводит к повышенному расходу цинка, микроэлемента, выполняющего несколько важных функций в организме. Во-первых, цинк необходим для превращения андростенодиона в тестостерон. Во-вторых, низкий уровень цинка приводит к увеличению количества эстрогенных рецепторов в организме и уменьшению количества андрогенных рецепторов. Кроме того, при низком уровне цинка облегчается процесс ароматизации. То есть, отношение тестостерона с эстрадиол резко сдвигается в сторону последнего. Из других микроэлементов стоит выделить магний. Он необходим для нормального сокращения мышц. Дефицит магния может вызвать судороги и селен, который участвует в регуляции обмена веществ белков, жиров, углеводов, а также в окислительно-восстановительных процессах. Кстати, дефицит селена наблюдается не только у тяжело тренирующихся спортсменов, но у каждых 4 из 5 обычных людей. Важную роль в обмене веществ в синтезе белков, жиров и углеводов в освобождении энергии из пищи играют витамины группы В. Так, витамин В1 способствует вращению в энергию белков, углеводов и жиров. Витамин В2 играет важную роль в синтезе гемоглобулина. Витамин В3 – никотиновая кислота способствует освобождению энергии из всех пищевых веществ, принимает участие в синтезе белков, жиров. Витамин В6 участвует в процессе углеводного обмена, синтезе гемоглобина и полиненасыщенных жирных кислот. Витамин В9, фолиевая кислота, способствует образованию нуклеиновых кислот и клеточному делению. Витамин В12 способствует образованию эритроцитов, оказывает влияние на работу нервной системы. Что выбрать? Совершенно точно не комплексы, построенные по принципу «всё в одной таблетке». Мало того, что дозировки там обычно микроскопические, так ещё и многие витамины и минералы препятствуют устроению друг друга. Скажем, витамин Е не сочетается с витамином Д и селеном, а витамин В1 с витамином В6 и В12. Фактически, у нас с вами есть два пути. Оптимальный состоит в использовании витаминов и микроэлементов по отдельности. Витамин Е, комплекс ЗМА, комплекс витамина Д и кальция. Витамин С, витамины группы В. Всё это лучше использовать и лучше всего инъекционные препараты. Но это весьма трудоёмкий процесс инъекцирования витаминов. Мама, не горюй! Второй путь заключается в использовании комплексов, в которых витамины и минералы либо разнесены по разным таблеткам и принимаются зачастую в разное время. Например, Animal Pack. Либо находятся в одной капсуле, но разнесены по микрогранулам с разной скоростью усвоения. Например, Мариамин Форте. Последний препарат можно было бы назвать идеальным решением, если бы не его слишком уж высокая цена. Особенно если учесть, что спортсменам нужно принимать никак не меньше 6 капсул Мариамина Форте в сутки. Карнитин. Чего от этой добавки ожидают? В спортивных кругах карнитин принято считать жиросжигателем. То есть продуктом, который позволит тем, кто, по их мнению, обладает излишними запасами жира, быстро и счастливо от этих запасов избавиться. На крайний случай, говаривают, карнитин способен повысить производительность на тренировках, что также немаловажно. А что же говорят исследования? В 1987 году было проведено комплексное рандомизированное слепое кросс-исследование, субъектами которого являлись 10 тренированных спортсменов. Участники исследования прошли период загрузки карнитином 4 недели по 500 млн в день, после которого следовал тест на выносливость. Никаких улучшений ни по одному из показателей обнаружено не было. В том же 1987-м тот же Отто и коллеги, которые проводили предыдущее исследование, провели ещё один эксперимент с теми же исходными данными. 10 субъектов, 500 млн карнитина в день на протяжении 4 недель. В данном случае измерялись не только показатели выносливости, но и уровень жирных кислот в плазме крови, а также лактата в мышцах. Вновь никаких существенных изменений ни по одному из показателей не зафиксировано. В 1989 году Горостиага с коллегами наблюдали 10 субъектов на протяжении 28 дней применения карнитиновых добавок. Не было обнаружено никакого изменения в потреблении кислорода мышцами, уровня глицерола и свободных жирных кислот в плазме крови. Авторами был сделан вывод о необходимости проведения дальнейших исследований. Исследования продолжались. В 1994 году финки и другие изучают 8 субъектов на протяжении 14-дневного периода применения добавок L-карнитина. Вывод. Добавки, содержащие L-карнитин, не оказывают никакого влияния на уровень лактата как в крови, так и в мышцах. Иными словами, не наблюдается никакого повышения производительности вследствие применения карнитиновых добавок. Тот же 1994 год, Ренсен и другие, субъектами исследования являются 26 тренированных бегунов. Мужчины, все бегуны на среднюю дистанцию. Именно для таких субъектов карнитиновые добавки, по идее, должны были быть наиболее полезными. Период исследования составил 14 дней. Вывод все тот же. Карнитиновые добавки не оказывают влияния на уровень лактата. И, наконец, снова в 1994 году Каспер с коллегами исследуют влияние карнитина на производительность ликоатлетов, бегунов на длинные дистанции. Субъектами исследования являлось 7 спортсменов соревновательного уровня. На протяжении двух недель они принимали по 4 грамм карнитина в день. И не обнаружено никакого повышения производительности при беге на 5-километровую дистанцию. Равно как не обнаружено изменений в уровне лактата и работе сердца. Наконец, эти исследования доказывают, что применение карнитиновых добавок не повышает потребление кислорода мышцами или метаболического статуса во время упражнений, выполняемых здоровыми людьми. Вот такие вот научные исследования я вам привёл. И, кроме этого, могу сказать, что мой личный опыт тоже показывает, что на протяжении 15 лет тренерской работы ни разу не было выявлено какого-то заметного эффекта от употребления ликоатлетина здоровыми людьми. Но я сталкивался с тем, подчёркиваю, что хорошие болеозы у людей с тем или иными нарушениями здоровья, у которых, видимо, карнитина в крови не хватало в связи с текущим заболеванием. Поэтому можно прийти к выводу, что карнитин является важным элементом в пути оксидации. Его дефицит может вызывать серьёзные нарушения мышечной деятельности. Но карнитиновые добавки не оказывают никакого существенного влияния на функционирование мышц. Категоричный вывод, но противопоставить ему, увы, нечего. Одной из причин такого положения вещей является крайне низкая биодоступность карнитиновых добавок. Согласно исследованиям, проведенным в период с 1988 по 1995 год, биодоступность карнитина, принимая его в пищу, в количестве около 2-3 грамм составляет 14-18%. То есть из двух принятых внутрь грамм карнитина реально работать будут не более 350 мг. Интересно, что при увеличении дозы до 6 грамм биодоступность снижается до ещё меньших процентов. Сравните это с пулом или карнитина в нашем организме, который составляет порядка 20 грамм. И сделайте выводы. Что в итоге? Попутно карнитиновыми добавками пробовали лечить некоторые заболевания. Сердечно-сосудистый, диабет, заболевания печени, некоторые генетические заболевания, болезнь Альцгеймера. Всё без толку. Пробовали с помощью карнитиновых добавок бороться с негативными явлениями, сопрождающими старение организма. С тем же успехом, в общем, на сегодняшний день можно сделать совершенно однозначный вывод. Все карнитиновые добавки, включая и усиленно рекламируемые в последнее время ацетилы или карнитин, совершенно бесполезны. Точка. Ребята, если вам показалось полезным это видео, ставьте лайк. А если вы ещё и на канал подпишетесь, то не прозевайте следующие выпуски на эту тему, где я рассмотрю каждый продукт в спортивное катание отдельно. Спонсором видео является сеть супермаркетов Арни. Контактную информацию можно посмотреть на сайте arnistore.com Редактор субтитров А.Семкин